как сбежит и клиенте в ресторане и як заводит и тем кто приходит роботы резни порчи дякую поставьте перед вашим рестораном какой-нибудь какой-нибудь при входной какой-нибудь при входной чучело при входной чучело это может быть кукла может быть какая-нибудь статуэткой на зверь и на этой статуэтки сзади или под низом положите бумажку статуэтка и название вашего ресторана каждый кто захочет сделать вам порчу будет влиять на эту статуэтку а на ваш а на ваш ресторан не будет влиять как сбежит и клей клиентов я хочу вам сказать что клиенты это особая такая штука для того чтобы клиент приходил ему должно нравиться и для того чтобы ему нравится периодически человек который ведет такой бизнес должен приезжать с проверкой вы должны приехать засечь время попробовать всю еду и после этого сказать и посмотреть на еду которая вам нравится допустим меня есть знакомые которые в венеции держат ресторан я приехал к ним ресторан и у старых хозяев много приносила денег у новых мало я приехал в ресторан когда никто не знал попросил чтобы меня обслужили после этого засек время так вот они мне делали салат на протяжении часа и шашлык после этого какой-то там мега свой они делали шашлык сначала принесли салат салат принесли невкусный залитый майонезом он был не соленый приборы поставили мне приборы не предложили то есть мне положили там вилки ложки соль перец не предложили никакого уксуса соевого соуса не предложили но зато порадовали в конце нереальным счетом получилось там шашлык и салат и там бутылка воды минеральной получилось в районе 60 долларов на одного человека ну и после этого я сказал вы что думаете с таким обслуживанием и с такой кухни кто-то вам будет приезжать почему с такой кухней потому что шашлык не понравился он был просто подогрет и не приготовлен свежим а салат был невкусным и я так подозреваю овощи которые в нем были были тоже невкусные при этом много очень майонез то есть видимо повар подумал что чем больше майонеза тем вкуснее на самом деле все было не свежим так вот я больше в него не поедут для того чтобы в ресторан ездили там должна быть вкусная еда и быстрое обслуживание если первое и второе не интересно не приезжают чтобы вы не делали какую бы магию вы не приветствовали первое это хорошее обслуживание второе хорошая еда если пер и время если первое второе есть то тогда третьим может быть это красивая картинка там в лесу находится или чего где-то не обижайтесь обычно это так и есть а то что вы считаете вам там вредят так вы обратите внимание на ваши сервис вот кто вам вредит они кто-то сервис те кто на вас работает вот они вам и вредят